Следующая тема — это сам процесс зачатия. Процесс зачатия должен происходить в атмосфере счастья и глубоких отношений. Чем более глубокие отношения, тем более здоровый ребёнок рождается. В целом, надо знать, что в чётные дни зачинаются мальчики... Сейчас я уточню. Сейчас скажу, что за дни. Да, в чётные дни цикла. Первый день месячный — это первый день, с которым надо считать. Считать надо с того часа, в который месячные начались. Это будет сутками. Понятно? Вот от этого часа до этого — это сутки. Десятые сутки, двенадцатые — самые благоприятные. Двенадцатый, четырнадцатый день — самый надёжный. У женщин — шестнадцатый. Десятый, двенадцатый, четырнадцатый, шестнадцатый. В зависимости от длины цикла. Надо ещё изучать этот график женщин обязательно. Вот. И мальчик, чтоб рожался. На нечёртные дни девочка рожается. Ведический астролог может подсказать благоприятный день для зачатия. Как же надо учитывать, когда ребёнок родится, его гороскоп можно примерно предвидеть, потому что десять месяцев лунных женщина вынашивает ребёнка. Лунный месяц на несколько дней меньше, чем солнечный. Поэтому примерно девять с половиной солнечных месяцев женщина вынашивает ребёнка. Зачатие должно производиться в настроении, в котором люди хотят зачать Святую Личность. Надо думать о том, что ребёнок очень благостный, чистый ребёнок должен прийти в нашу жизнь. Во время зачатия надо очень любить близкого человека и любить не только, хоть и так же и половая любовь должна быть, но так же она должна быть очень нежной, с большим проявлением и чистота в отношении к близким человеком. Половой процесс должен происходить достаточно долго, чтобы женский организм напитался энергией, необходимой для того, чтобы само зачатие произошло. Потому что зачатие происходит, когда организм женский разогревается. Если женщина не успела разогреться, значит, должны быть дольше отношения, может быть, несколько раз. Женщина должна почувствовать, что организм горячий. Тогда в этом случае зачатие происходит более эффективно, больше шансов. Зачатие происходит не сразу, оно происходит обычно на следующий день или через несколько, в течение двух суток происходит зачатие. Поэтому в течение двух суток женщина не должна резких движений никаких совершать. Например, она зачатие совершила, ну то есть сам процесс, и на следующий день тренировка по карате, допустим. Понимаете, она не должна идти на эту тренировку. Она должна сказать тренеру, но у меня уважительная причина. Какая, я вам не скажу. У женщины может быть много причин, чтобы не ходить на тренировку по карате. На танцы тоже нежелательно. Она должна провести после зачатия время очень комфортно. Если в офисе, она должна не напрягаться. Да, я вас слушаю, хорошо. В плавании все хорошо, но без напряжения. Очень расслабленно, спокойно. Женщина энергия в расслабленной атмосфере, поэтому женщина, она не такая, что не так выглядит. Да некрасивая женщина так выглядит. Красивая женщина как выглядит? Она расслаблена. Так ли мне? Нет. И для мужчины, и для женщины. Сауна для зачатия не подходит. Сперматозоиды сгорают целыми. Если мужчина попарился, хорошо, он на следующий день не сможет зачать. Сперматозоиды. А если женщина одна, у нее нет, но ни мужа, ни мужчины, может ли она им ребенка? Может, она взять, должна на воспитание ребенка. А просто от родителей на стороне помогать? От кого-то родить просто. Зачем? Представляете, о чем вы говорите? От кого родить? Мужчины в другой семье, что ли? Мы сейчас много предложений от мужчин. Зачать ребенка ей, да? А жить не хочет, да? Жить не хочет с вами, а зачать хочет, да? Вот так, да? Соглашайтесь. Зачинайте с ним ребенка. Потом покажете ему ребенку, он придет с вами жить. Нет, такие люди не приходят, они свои услуги предлагают многим. А, услуги заплатные, да? Лучше взять ребенка на воспитание. Представьте, от какого человека вы зачнете такого ребенка, он тоже потом вам в свои услуги будет привалить. Какое сознание во время зачатия происходит, такой ребенок рождается. Хорошо, а что делать женщине, если она одна по жизни и хочет иметь ребенка? Не иметь его или брать себе дома? Нужно воспитывать все женские качества. Потому что, когда женщина становится женщиной, она очень сильно нужна мужчине. Очень сильно. Настолько сильно, что он находится. Без всякого сомнения. Если вы чувствуете, что не хватает женских качеств, чтобы создать семью, берите на воспитание ребенка. А если вам не хочется брать на воспитание, значит подумайте, почему вам не хочется брать на воспитание. Почему? Потому что вы эгоистка. Потому что вы не хотите просто помочь тому ребенку, который уже есть. Что-то выдумываете в своей жизни. Просто возьмите сначала, которое есть. Женщина не может создать семью. Что делать? Надо брать ребенка на воспитание. Женщина берет ребенка, у нее начинает женская энергия двигаться. Мужчине нужна только женская энергия. У нее не хватает женской энергии. Женщина сама мужчине не нужна. Мужчине нужна женская энергия. Он хочет ее, женскую энергию от женщины. Женщина начала же двигаться женской энергии. Он начинает за ней укаживать, узнает, что есть ребенок. Взяла на воспитание ребенка. Ну точно так же, и он взял на воспитание, какая разница? Она взяла на воспитание, он взял на воспитание. Они равны в этом плане, нет проблем. Он не считает, что у неё чужой ребёнок не от него. Это ребёнок такой же чужой ему, как и ей, и такой же близкий. Разницы никакой нет. Понимаете, нет? Но так как в ней уже движется женская энергия, она привлекает мужчин, и потом она также может с ним зачать ребёнка своего. Продолжение следует...